Особое мнение на 101FM Это председателю правительства не понравилось в моих вопросах Я думала, что это после нашего эфира по поводу Конституции Когда вы имели неосторожность не поддержать, а я имела неосторожность представить вас заместителем председателя Союза Да, ну вы, так сказать, давайте сразу скажем, чтобы не волновались Что это особое мнение Азиза Агаева И только Азиза Агаева, несмотря на то, что объективно он является заместителем, все еще заместителем председателя правления Кировского Союза промышленных предпринимателей В следующий раз можно это опустить, чтобы никто не волновался Хорошо, чтобы не переживал никто на всякий случай, если вдруг мы о чем-то проблемном будем говорить Вдруг Я бы хотела начать нашу программу с последних фактически слов, которые были сказаны предыдущими гостями у дневного разворота Они сказали, какой хороший пост написал в фейсбуке Азиз Агаев Вот, с этого поста мы и начнем Кому нужен диалог, вы его заглавили, и я с вашего позволения даже поцитирую немножечко В последнее время все чаще слышим от разных людей суждения о том, что власть в Кировской области и в городе Кирове Либо разучилась вести диалог, либо не хочет вести диалог, либо имитирует ведение диалога, либо не нуждается в диалоге Может ли власть вообще управлять без диалога, и что это за зверь такой, вы пишете, да? И спрашивайте, а кому нужна вообще эффективность и результативность власти? Потому что без диалога эффективности и результативности быть не может Точно, это вам любой управленец скажет Так способна ли кировская власть к диалогу? Ну, судя по тому, что там все еще есть образованные и культурные люди И их немало, между прочим Да, но способны Другое дело, что мы-то с вами знаем, что любое умение, оно возникает из нескольких составляющих И это вам, значит, опытные психологи подтвердят То есть кроме способности здесь еще должен быть опыт И здесь должен присутствовать мотив Но опыт есть, наверное, у многих Но опыт у многих, наверное, есть, да Он еще не пропал со временем Но смотрите, мы только с вами должны сказать не просто опыт бла-бла-бла А опыт содержательного диалога и результативного Мы говорим сейчас о диалоге бизнеса и власти Мы говорим о диалоге не только бизнеса и власти Мы говорим об диалоге власти и общества Мы говорим, да, господи, о всех сферах То есть речь ведь не только идет о сфере бизнеса И мы не существуем, мы, предприниматели, только в сфере бизнеса Бизнес — это тоже общество, это тоже граждане Это часть, это одна из сфер нашего общества Причем наиболее активные часто Наиболее активные, наиболее, как бы, мобильные, наиболее творческие, ну, в смысле, нахождение различных путей для выживания, скажем так, да, и поэтому, когда вы спрашиваете, так способны или нет, ну, да, они потеряли способность, здесь основная причина того, что, ну, я выражаю свою точку зрения, что отсутствует по факту, и это тоже моя точка зрения, да, этот диалог является отсутствием мотива у власти вести диалог с обществом. У них нет необходимости вести этот диалог, потому что оценка их деятельности сегодня никак, со стороны общества, никак не влияет на их положение. Это мы сейчас говорим про региональную власть или про федеральную? Это мы говорим и про региональную, и про федеральную, и про городскую власть. От того, что мы каким-то образом оценили, значит, то, как работает администрация города Кирова, или мы оценили, способен или не способен господин Осипов быть главой администрации, его назначили, при этом не показывая, что у него есть там какие-то особые достоинства для занятий. У нас в городе масса людей, и это моя точка зрения, которые намного сильнее господина Осипова. По деловым качествам. По деловым качествам на этой должности. Но, тем не менее, значит, приходит председатель правительства, компетенция которого для меня, управленческая компетенция сама по себе под вопросом, как бы, да, и рекомендует Осипова. Ну, что делать? Так устроена система в России. Да, и поэтому, ну, то есть, вот система, я и говорю, но эта система, которая не готова к диалогу, значит, она не готова к получению обратной связи от общества, эта система сама себя разрушает. А разрушая себя, это управленческая система, управляющая система, разрушая себя, она разрушает наше общество, нашу страну, наш регион, понимаете? И вот, кто это сейчас не осознает и говорит, вот, зато он хороший, красивый, мужественный, я, так сказать, за него там и так далее, тот и выступает против тех, значит, кто там так или иначе критикует и говорит, что да, вот-вот-вот опять иногда, так сказать, слышишь-то, ну, вот опять там и так далее. Что вам всем надо, да? Да, типа, что там... Кого вам не дай, вы все критикуют. Окей, меня тоже, как бы, критиковали, и не раз я слышал там в прессе, там, и писали про это, ну, и я, по-моему, несколько раз отвечал на этот вопрос, и говорил, ну, окей, меня когда критикуют там, да, ну, тот, кто там, условно говоря, бронится, ну, брань мы можем пропустить мимо ушей, это зависит от зрелости там человека, да, кто, значит, видит критику, которая не соответствует, ну, ты же смотришь и видишь там, соответственно, действительно, не соответствует, ну, окей. Я посмотрел, оценил, оно не соответствует, действительно, я спокойно пошел дальше. Но есть критика, которая не лично меня касается, да лично меня, да мне наполевать, что вы, как бы, вот там... А если вы начинаете о моих деловых качествах говорить, это уже ближе к делу, а если вы еще начинаете критиковать, значит, то, как я работаю и результаты, так это же огромнейшая помощь. То есть вам это помогает? Конечно, помогает. Представьте себе, что я, собственно говоря, принимая какие-то решения, подготавливаясь к их принятию, реально советуюсь с опытными людьми. То есть при этом я себя не считаю неопытным, да, ну, так скромно, так сказать, скажу, но тем не менее, несмотря на это, тот, кто себя считает и не советуется ни с кем, и считает себя самым опытным, и после этого перестает, ну, как я называю их, они уже, значит, конченные руководители. Ну, вот как хотите, так и понимаете, да. То есть я не хочу быть конченным руководителем, я хочу быть нормальным предпринимателем, нормальным руководителем, нормальным членом общества, нормальным экспертом, если народ считает меня... То есть критика — это тоже диалог, вы об этом сейчас. То есть критика власти со стороны общества — это тоже диалог. Это не просто диалог, это обратная связь, которая позволяет любому человеку, принимающему решение, принимать максимально правильные решения, адекватные ситуации. Так, но это только один из элементов диалога. Обратная связь? Да. Но это основная функция диалога между обществом и властью, и бизнесом как частью общества. Вы сказали, нет мотива. У них нет мотива. Почему? И почему вы тоже объяснили? И почему я тоже... Нет мотива, потому что, ну, никак, вот, ну, окей, мы, как бы, недовольны, мы можем... И что? Эта ситуация, на ваш взгляд, усугубляется, вот если мы наш регион возьмем? Или она примерно в одном и том же положении уже много лет? Она усугубляется. Она усугубляется, потому что это характер человека, как бы, да? То есть ты проигнорировал один раз, получил дурацкий, значит, результат, и тебе за это ничего не было, потому что ты правильно отчитался. Или свалил все на объективные причины. Ты, значит, не посоветовался и нашел неправильное решение второй раз. У тебя ничего не получилось. На тебе-то же это не сказалось. Но люди-то меняются. То есть ситуация усугубляется, при этом с разными людьми, как я понимаю. Ну, то есть если мы возьмем главу администрации, например, города, да? С теми же людьми и с разными людьми она усугубляется. У нас есть люди, которые как бы... Годами? Годами сидят. И там, ну окей, глава-то поменялась, а глава-то думы городской как бы осталась та же самая, условно говоря. Или там в области правительства. То есть и вот эта вот безнаказанность, то есть это то, что ты получаешь в итоге объективно, объективно, не получая результата, ты получаешь двойку. И эта двойка приводит все равно к тому, что тебя и повышают там, и там ты премии, зарплату получаешь. То есть это не просто расхолаживает, да, а это портит людей. Двойка карандашом поставлена в журнал просто. Что? Карандашом двойка поставлена. Ну, она карандашом в том смысле, что пришел, ну, она просто, даже я скажу так, она не в тот журнал похожа. Тот журнал пишется сверху, мы-то не имеем доступ к тому журналу, от которого зависит их судьба. То есть мел-то их судьбы не в наших руках. Понятно, а изменить-то эту ситуацию ведь невозможно, Азиасович. А только... И, судя по всему, нет никаких подвижек к тому, что будет меняться. Я в своем посту или посте, как-то там, так сказать, о котором вы упомянули в начале передачи, путь один. Мы должны активно участвовать в общественно-политической деятельности, активно. Мы должны занимать большее количество депутатских мест, и тогда у нас появится рычаг воздействия на этих людей. И в общественных организациях я бы хотел, чтобы люди свой язык использовали по назначению. То есть говорить, а не для того, чтобы облизывать определенных руководящих людей. То есть по-правильному использовали. То есть если ты видишь, что кто-то действует неправильно, не нужно этого бояться. При этом руководители общественных организаций, вот они, сидя на этом же месте, найдут тысячу причин и даже скажут, что все нормально у нас. Мы встречаемся, нас слышат. Вот тут приняли, там приняли. Есть диалог. Есть диалог, о котором вы просите, Азиасович. Да, да. То есть и это я тоже как бы отдаю себе в этом отчет. Но он действительно ведь есть, наверное. Есть имитация диалога. Диалог, он приводит к тому, что обратная связь в обязательном порядке учитывается. И эта обратная связь идет не просто от руководителя общественной организации, который сам по себе очень часто не является экспертом во многих сферах. А от бизнеса или от общества? А непосредственно от бизнеса или от общества, в зависимости от того, какую сферу мы с вами рассматриваем. У нас есть руководители общественных организаций, которые работают в бизнесе, а некоторые даже в бизнесе не работают. Они же экспертами-то не являются. Но есть у них какой-то опыт. Можно и членам совета старейшин они могут быть, а руководителям общественной организации они уже не могут быть. Азиасович, ну вообще по идее, я так понимаю, что любая общественная организация подразумевает, что есть руководитель, который делами занимается плотно. И у него есть штат там, не знаю, сотрудников, коллег по этой организации, которые, может быть, меньше занимаются оргвопросами, а больше работают в отрасли. Вот они, у вас сознание уже тоже обюрократизировалось. Серьезно? Да. Вот вы тоже, несмотря на свои как бы свободолюбивые взгляды, вы уже часть бюрократической системы. Что общественная организация, конечно, предполагает наличие аппарата. Как и законодательное собрание предполагает наличие аппарата. Решение-то не аппарат должен принимать. То есть люди, члены общественной организации активно должны участвовать. Аппарат это слуга. Я об этом и говорю. А у нас сегодня в стране слуга уже давно стала... Хозяином. Да. Хозяином во всем. Понимаете? Вот, а вы мне говорите, ну уже там предполагается, что руководители... Руководитель это аппарат. Он должен максимум что сделать, содействовать, организовать. Собрать все дуги. Собрать и, значит, не просто собрать. И чтобы свет был, и чайник был горячий, и печеньки. И свет, и чтобы встречи были содержательные. То есть он должен найти модератора правильного. А у нас некоторые руководители, значит, общественные, понимают так, что они обязательно сидят в президиуме. И президиум чуть-чуть повыше стоит, чем все остальные. Понимаете? Мы видели фотографии с таких мероприятий. Ты руководитель, ты не выше. Ты просто человек, который организуешь. Так ты сядь с людьми на одном, так сказать, уровне-то и не понимай, если даже физически это место повыше... К сожалению, большому у нас практика круглых столов не распространена. Извините. Что не распространена? Практика круглых столов, когда просто садятся за общий стол на одном уровне. У нас как-то больше президиум или парты в классе. Это не практика. Это мы воспитываем неправильно. Воспитываем людей неправильно. Это мы... И власть к этому большую руку приложила, и само общество, и родители, которых своих детей воспитывают, не приложили. То есть я вот за своих детей абсолютно уверен, что мои дети себя никогда ни при каких условиях выше других людей. Просто потому, что они займут какую-то должность. Или потому, что у них будет определенное количество денег. Они никогда не поставят себя. Ну, я горжусь за своих детей. Я не скрываю этого. И слава богу. Я думаю, что есть еще такие родители, которые... И немало их, но, блин, всплывают на уровень власти почему-то люди, которые больше к статусу. Ну, это у нас традиционная история, мне кажется. Положение в обществе есть урожение. Вот поэтому, значит, если мы хотим, чтобы диалог был, а мы хотим, значит, мы должны сделать, чтобы тот человек, с которым мы хотим диалог, хотел этого же самого. А сделать это мы можем только тогда, когда этот человек зависит от нас. А зависеть он станет от нас только тогда. Когда у нас будет рычаг, то есть у нас будет большая фракция депутатская в городе, большая фракция будет в области, и не ядросы будут решать, слушая, что им говорит тот, кого они должны оценивать. А другая какая-то фракция. А будут другие. А где гарантия, что эти другие потом, осознав свою силу, тоже не будут давить на кого-то и продавливать свое мнение? Гарантия в нас, то есть в обществе. Мы выдвинем туда своих лучших представителей. Если они забронзевеют, нам надо быстренько будет... Отзывать. Не просто отзывать, а находить других людей. А кто будет решать, что они забронзовели? Слушайте. Извините. Вот этот вопрос, который вы задаете, вы просто затираете уже тему, потому что вы можете на самом деле сейчас посмотреть на состав ЗАГСобрания или города и увидеть, кто забронзовел, а кого вообще никогда не видно было, тут просто функция там, а кто винтик. То есть тут это видно на самом деле. Поэтому мы знаем, что против некоторых доказательств вообще уголовные дела заводятся. Я же не просто так, Ази Савельевич, вопрос задала. Я хотел, чтобы вы раскрыли тему просто. Да я раскрываю, пожалуйста. Хорошо, вы провоцируйте дальше. Выборы, да? Ну, выборы, слушайте, вот 13 сентября... Не только выборы. Смотрите, нам нужно набраться мужества и принять закон области об отзыве депутатов. Нам-то это кому? Ну... Ну, вы понимаете, что законы принимают депутаты законодательного собрания, которые, по вашим словам, забронзовели. После того, как наши люди займут места в депутатских креслах, вот после этого и будем действовать. Сейчас те, кто занимают кресла, ну, господи, ну, посмотрите. Один принимает закон об отодвижении на 100 метров, значит, митингов и пикетов, значит, предлагает. С этим человеком я перестал общаться. То есть я с ним общался, я перестал общаться. Я и не отвечаю, и не звоню, и... Ну, и он не звонит, ну, и слава богу. Там другой, потому что, ну, не может любящий свою страну человек с такими нормативными актами выходить. А другой, значит, сегодня уже, читаю, там, предлагает, так сказать, вот запретить там... Или увеличить площадь, значит, требуемой на одного человека. Если бы это только на период пандемии. Ну, мы все понимаем, да, это ведет к тому, чтобы меньше участников было. Ну, окей, давайте мы ограничим. И так уже невозможно выразить свое мнение, как следует, как бы, собраться там. Ну, давайте вообще там, но где-то же другое мнение должно... Звучать. Звучать, а если оно, если мы закроем все, оно не будет нигде звучать. Ну, ну, что, ну, значит, люди не знают основных объективных законов физики, которые напрямую коррелируют, так сказать, с законом развития общества. Мне кажется, любая домохозяйка знает эти законы, потому что в каждом доме, наверное, есть скороварка. Извините. Ну, да, закрой, как бы, и... И клапан приклей. Да, и клапан приклей, и получишь в итоге. Ну, то есть, эти люди, вот я почему и говорю, то есть, им-то нужна эта обратная связь, этот диалог. Они не понимают, что им нужно. Ну, если они не понимают, нам надо сделать так, чтобы непонимающих людей во властных структурах было все меньше и меньше. Так это можно только через выборы, Азиз Альич, сделать. А выборов у нас нет. И я сказал, что нам надо активно участвовать в оптично-политической деятельности. Нам надо создать такую моральную обстановку, чтобы члены избирательных комиссий, которые занимаются фальсификацией, вбросами, чтобы вот сосед у вас пришел и сказал, слушай, ты почему так делаешь? Как ты можешь. Как ты можешь, как бы, да. Перестать здороваться. Да, перестать здороваться, перестать, там, не знаю, там, ну, шипеть в их сторону, там, условно говоря. Ну, то есть, таким образом, чтобы люди понимали, что они действуют против страны и против общества. Вы думаете, поймут? Ну, то есть, они ведь и сейчас наверняка понимают. Ну, окей, если, или они получат, там, пять тысяч, например, за то, что они занялись фальсификацией, да, или они будут два года, значит, жить в этой обстановке. Вы что выберете? Большинство выберет. Ну, я без пяти тысяч выберу не фальсифицировать, если бы я была в этой ситуации, наверное. Я не была там, и, наверное, не окажусь. И не окажетесь, потому что вы не тот человек, вас не выдвинут, и вас не предложат, и не утвердят. Никому я не пригожусь в этом качестве. Так что... Очень жалко. Ну, ладно. Нет, я шучу, Азиз Алич. Нет, я понимаю, что кому-то жалко, что вы там не окажетесь. Мне вот жалко. Если бы вы там оказались, наверное, вы оказывали сопротивление этим явлениям. Возможно. А может быть и нет. Может быть, я бы мимикрировала, как многие. Или испугались бы. Ну, может быть, все зависит от количества денег. Да. Так все-таки получается, что единственный путь — это вот этот. То есть своих представителей искать активных. Понимаете, для меня... Ну, вы видите, что не пускают активных. Для меня революционный путь. Ну, в смысле, когда вот все разрушить до основания за тем. Да, он неприемлемый. Он для всех неприемлемый, мне кажется. Для меня лично он неприемлемый. Революционный путь для меня приемлемый, когда личные достоинства задевают или моих близких трогают. Это понятно. То есть, если кто-то подошел и хочет сделать чего-то моим близким, понятно дать в морду для меня. Я не буду звать полицию или подавать суд. Вы сами разберетесь. Я сам разберусь, а потом пусть на меня подают в полицию, и на меня в суд и вызывают полицию. И пусть они меня потом... Но я смогу защитить. И мои родственники смогут защитить потом тех, кто останется без меня. Цивилизованный путь. Цивилизованный путь законный. Только цивилизованный путь. И этот цивилизованный путь, он есть на самом деле. Потому что все делают же люди... Подожди, вы верите в это, да? Я верю. То есть, вы верите, что через выборы можно что-то изменить? Верю, потому что не Кремль контролирует выборы в Кировской области, а те люди, которые состоят в избирательных комиссиях, они наши соседи, одноклассники, родители одноклассников, родители, дети, они наши соседи, они наши сотрудники, они с нами работают вместе. Эти люди, так мы этим людям-то давайте будем говорить, не просто говорить, какой ты молодец, ты в областной избирательной комиссии работаешь, или какой ты молодец, ты работаешь в районной избирательной участковой. А просто сказать, слушай, тебе не стыдно? Он скажет, я ничего плохого не делал. А как ничего плохого не делаешь, когда вот посмотри, что происходит? Ну, то есть, если раньше выборы, которые шли в течение одного дня, еще можно было контролировать, и одиннадцатый год показал в Москве, где активно работали наблюдатели, простите, Ази Солич, что можно контролировать, и все это можно заснять, правда, власти потом говорят, что это снято на конспиративных квартирах, ну ладно. Вот вы меня не ловите. А сейчас три дня, и наблюдателей не хватает. Я вам еще раз, я призвал, мы же о посте говорим, да, я призвал людей активно заняться общественно-политической деятельностью, то есть активно, это означает, что у нас должно быть столько наблюдателей, мы должны спать на этих ящиках с бюллетенями. Вот они хотят три дня, вот мы три дня будем спать на этих, чтобы эти люди, которых вы говорите, вот он, я сплю на этом ящике, а он приходит вбросить, и я ему встаю и говорю, слушайте, ей не стыдно? Я представила просто эту картину. А какой путь-то? Какой путь в этой ситуации? Это напоминает старые хорошие советские люди. Или мы и соглашаемся по факту с тем, что мы разрушаем страну? Просто экономически многие вещи я сейчас у нас... Мы сейчас доберемся до экономики. У нас скоро не будет у страны доходов, практически не будет, если мы дальше с этими людьми в политике будем идти, у страны не будет вообще никаких денег. Азиз Агаев, нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ». Я думаю, что мы просто немножко пораньше уйдем на перерыв, на рекламу, если звукорежиссер нам разрешит. Да, спасибо большое, и потом уже вернемся. Особое мнение на 101FM Азиз Агаев, нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ», заместитель председателя Союза. Опять вы опять? Да, да, промышленников и предпринимателей. Я скажу, потому что это важно. Мы сейчас о промышленности в том числе будем говорить. Так, это мое личное... Это особое мнение Азиз Агаева, я напоминаю всем, кто нас слушает, да. Давайте все-таки к экономике перейдем. Я прошу прощения, да, что вот так резко сворачиваю тему, но тем не менее у нас всего 15 минут остается. Мы с вами хотели поговорить о том, чем вот этот вот нескончаемый совершенно карантин, вчера продлили действующие ограничения в Кировской области в очередной раз до 1 октября, чем он обернулся для экономики нашего региона. Можно зайти, и каждый желающий может это сделать на сайт Кировстата. Там не очень сложно, не очень просто, а точнее, найти это все, да, но при желании можно открыть вот эти цифры. Я вчера видела данные по июль включительно, и, честно говоря, они, конечно, не могут не настораживать. То есть если промпроизводство, данные по промпроизводству, по падению промпроизводства за карантинные месяцы, они, может быть, не настолько еще тревожные, да, ну, потому что предприятия не работали официально всего неделю, там кто-то потом закрывался, кто-то открывался, вот, то по сфере общепита, по сфере непродовольственной розницы, падение, конечно, катастрофическое. Я по общепиту, когда увидела, я слышала, конечно, что все плохо, да, но я цифры-то не видела. И вчера, когда я увидела, что там падение на 70%, на 70, и по данным на июль все еще на 40% падение по общепиту, я понимаю, что все, там вообще остался кто-то. Остался, работают, слава богу, и мы посещаем эти точки по необходимости, потому что где-то с кем-то встретиться, кого-то поздравить, остались такие точки. А останутся ли они на следующий год? То есть я понимаю так, что кто-то получил поддержку, кто-то там, ну, пусть минимальную, но хоть что-то, да, кто-то взял кредит, вот, он еще пока, его еще не надо отдавать пока, да, А к следующему-то году за всем этим надо будет расплатиться и налоги заплатить, и кредиты выплатить, и прочее. Ну, вопрос. Вопрос? С чем мы останемся? И как мы будем жить? И на что будет жить Кировская область в следующем году? Давайте вот по поводу нескончаемого карантина, давайте мы должны признать, что есть некий вирус, так или иначе, значит, этот вирус так или иначе опасен. Но я еще раз повторяю, я не считаю, что, значит, он многократно этот вирус опасен, я лично. То есть вы считаете, что достаточно переболеть? Ну, я думаю, что люди переболеют, рано или поздно все переболеем, или там большая часть переболеет, и все, значит, успокоится. Тем более, что мы видим там вот вчера, так сказать, один из выступающих там по одному федеральному каналу нам сказал, что уже по некоторых генох уже 71% детей там и иммунитет уже переболели. То есть, ну, так или иначе. Но речь идет о том, насколько адекватны действия власти в этой ситуации. То есть некоторые критиковали там шведскую модель, так сказать, да, но я как раз призываю всех к шведской модели. То есть это, когда люди сами понимают, вот мы с вами сидим там на расстоянии там два метра, ну, сидим, это же нам не мешает с вами пообщаться, даже там водичку попить, как бы. Кружки мы моем с мылом. Да, и кружки там. То есть это когда к людям относятся как к взрослым. То есть мы настолько, они настолько, как бы. Сознательные. Сознательные и ответственные люди, а большинство ведь. Просто у нас модель, как в стране, другая. Нам всегда, так сказать, навязывают модель, когда. Мы все как дети в пионерском лагере. Да, нам всегда навязывают эту модель, что мы дети в пионерском лагере, понимаете. Я хочу, чтобы нам не навязывали, навязывали плохое слово, а, как это сказать, пропагандировали. Вот не то, что пропагандируют постоянно. Ну, поняли. А, что, окей, ребята. Чтобы нас подключали, чтобы включали нас в этот процесс. Можги наши включали, что вы взрослые люди. И каждый должен отвечать за себя. И вот мне иногда там некоторые товарищи там иногда задают вопрос. Вы возьмете на себя ответственность? Да не возьму. Я за себя ответственность беру. А на каком основании нам правительство берет ответственность? И при этом никакой по факту. Он берет ответственность за изоляцию людей, но не берет ответственность за все другие сферы его жизни. Это неправильно. Ну, вот смотрите, сейчас история следующая. Дата 20 сентября, которая гуляла там с середины примерно лета в социальных сетях, как возможная дата второй волны ограничений массового. Она вот-вот уже. Она приближается. Власти официально несколько раз опровергали. Говорили, что нет-нет-нет, ни о чем мы таком не договариваемся. Но при этом, как я понимаю, представителям бизнеса четко и ясно никто не сказал, что ничего не будет. Потому что сказать ничего не могут. Ну, некоторым сказали, что куда-то вызывали, где-то собирали, что готовьтесь, может быть, 20-го. Серьезно? То есть было все-таки такое? Такое. Ну, я сам не присутствовал при этом. Люди говорят? Люди говорят, что вот нам сказали, что готовьтесь, 20-го. Их много таких, кому сказали, да. В Сочи, говорят, сказали, зарабатывайте деньги, потом все закроется, туристов не будет. Тут вопрос в том, что мы должны видеть, что, может быть, не всегда нам говорят там открыто об этом, но так или иначе, Киров же город, большая деревня, как бы, да. Все друг друга знают. Все друг друга знают информацию. И вот увеличивается количество заразившихся. Увеличивается. И сейчас могут сказать, что потому что вот, они не соблюли там то, сё, такое, третье. А потому что к ним всё ещё, к людям относятся, как к детям. Так вы отнеситесь к ним, как к взрослым. Но если они ходят в магазине, будут ходить в магазин и дальше. Но вы им скажите по-хорошему. То есть вот-вот, что надо пропагандировать-то на самом деле, что люди, ходите в магазин. Надевайте маску. Надевайте маску. Значит, зашли в магазин, помойте руки вот этим там, то, что в магазине. Антисептиком. Снова антисептиком помойте там руки. Или оденьте перчатки перед входом. У нас не все понимают, что руки антисептиком при входе в магазин надо мыть не для того, чтобы себя защитить, а для того, чтобы других защитить. Потому что ты идёшь трогать продукт руками. Потому что об этом детям не сказали. Не сказали это правда. Сказали, вот они есть, пожалуйста. И все почему-то думают, что это для меня. А надо детям сказать, что слушайте. То есть прям, может быть, большой плакат надо у входа. Не рекламный, а у входа. Поберегите здоровье, значит, там, своих соседей там. Не идите, не входите, не, значит, продезинфицировав свои руки. То есть это подход. Значит, а дальше смотрите. Значит, так как в результате вот этих, с моей точки зрения, неправильных действий властей нанесен огромный ущерб малому и среднему бизнесу, то, соответственно, и у малого бизнеса денег-то для пополнения бюджета нет. То есть можно с него трясти и дальше. Можно, значит, там, господин Путин может и дальше вводить новые налоги. Да, там, вот ввели налоги уже на деньги частных лиц, да, на вклады там свыше миллиона. Вот люди откладывали, говорят, ну, миллион же это большие деньги. Люди годами откладывали этот миллион, значит, для того, чтобы там, ну, как у нас, у нас же любят на черный день там. Ну, конечно. А теперь, да, у тебя свыше миллиона будет там облагаться там. Это можно делать, но это можно собирать, это копейки, вы пособираете, окей. Но мы знаем, что реальные доходы людей падают. Мы знаем, что у бизнеса нет денег для упалоты по большей части, так сказать, налогов. Не знаю, как соберут имущественные налоги. Посмотрим. Имущественных почти 2 миллиарда намерены собрать в Кировской области. Ну, посмотрим. Я как бы сомневаюсь, что они соберут. Ну, посмотрим, окей. У них методы же, сами знаете, все закрыли, там, пришли, там, у нас же государственная машина, она же мощная, когда надо закатать кого-нибудь в асфальт, она быстро работает, как бы, государственная машина. Вот, и в этой ситуации, когда там реальные доходы падают, бизнес пытается очень часто реанимировать старые схемы уклонения от уплаты налога. То есть, переходит. То есть, те, кто выходил когда-то из серой, условно говоря, зоны в белую, теперь идут обратно. Да, да, переходят в темневую, как бы, и, скорее всего, будет, потому что для бизнеса... Надо было предположить, что это будет. Вот, госорганы это не понимают, и, видимо, человек, кто работал, никогда не работал в бизнесе. Для бизнеса налоги — это издержки. Это можешь сколько угодно писать в законе, что налоги — это святая, там, обязанность, там, и так далее. Для бизнеса, он тоже читает, для бизнеса налоги — это издержки. И если его издержки превышают его выручку, то он начинает экономить на всех издержках, в том числе и на налогах. Вот это надо, как бы, понять и не относиться, как бы, когда ты, там, обсуждаешь с бизнесом. Ой, вот ты мало налогов там. Подождите, вы призываете к тому, чтобы все-таки сейчас был какой-то диалог между, условно, там, налоговыми органами и бизнесом на предмет того, что... Ну, какие-то послабления, там, я не знаю, пообещать еще что-то. Мы налоговые органы трогать не будем, потому что я неоднократно высказывал здесь свою точку зрения, и не точку зрения, а убеждения. Они исполнители его проекта? Они исполнители. Они будут делать то, как, по факту, значит, как установлено в законе, и как будет к этой деятельности относиться власть. То есть это со стороны власти должны быть какие-то шаги? Мы с этой стороны власти с вами видели, какой диалог у нас никакого диалога не получилось, когда по упрощенной системе налогообложений. Еще раз, пока эти депутаты от Единой России в законодательном собрании сидят, и пока их возглавляет уважаемый Бакин, ничего хорошего для бизнеса в области не будет. Это как-то у нас пауза просто повисла. Я пытаюсь понять, а что тогда делать вообще без закрываться и уезжать? Еще раз, что делать? Активно участвовать в общественно-политической деятельности и этих людей смывать из законодательного собрания. Только так. Только другие, а у нас нет других. Скажите, пожалуйста, возможно ли вариант сейчас, что все-таки власти, если мы не говорим про региональные власти, про федеральные, например, что они осознают к концу года, насколько катастрофичная ситуация, и все-таки примут какие-то шаги по поддержке бизнеса на федеральном уровне? У них логика еще есть такая, и часто это логика. Ну, раз ситуация катастрофическая, это же форс-мажор, а раз форс-мажор, потерпите. Мы сейчас с вас еще раз снимем третью шкуру, посмотрим, может, и четвертую снимем. И полтора миллиарда Лукашенко. Да, и как только будет все хорошо, и полтора миллиарда долларов отдадим Лукашенко нам, да, и как только все будет хорошо, мы ведь это уменьшим. Это как нам, мы до сих пор ждем, когда, значит, либо транспортный налог отменят, либо акцизы уберут. Да, либо одно, либо другое, совершенно верно. А сейчас еще, значит, пошло сообщение, что предложено платные дороги сделать. Везде? Ну, практически везде, между всеми городами, так сказать. Зато, представляете, какие они будут прекрасные? Зато говорят, что вы бесплатно будете ездить в общественном транспорте. А, вот так? Да. Как интересно. То есть в общественном транспорте можно будет ездить бесплатно, а на частном надо будет платить. Да. За передвижение. Да. За воздух, интересно, когда уже введут налог. Скоро? У нас уже по факту-то как бы... Ждем. ...экологические-то налоги уже есть? Уже есть, совершенно верно. Плата за вывоз отходов у нас остается, на самом деле, две минуты до конца эфира. Я даже не знаю, стоит ли эту тему начинать. Да, любую тему. Да, любую тему. Все равно. Да, я бы хотела попросить вас очень коротко прокомментировать все-таки ситуацию с землей в Парке Победы. Администрация города на следующей неделе планирует подать ходатайство о наложении ареста на использование спорного участка в Парке Победы. Я напомню, тот самый участок, за который сел, да, отбывает наказание Леонид Ефаркин сейчас. История до сих пор продолжается в отношении бывшего главы города Владимира Быкова. А участок был приобретен строительной компанией «Кирсфецмонтаж», и она фактически выступала, но уже добросовестным приобретателем. То есть она к той первой сделке незаконной, которая сейчас в вопросу следствия отношения не имеет. Вот мне очень понятно вообще, как эта ситуация может разрешиться с выгоды для города и для строительной компании. Возможно это? Очень коротко, Адис Ильич. Я даже не знаю, возможно или невозможно, потому что до сих пор действует, я так понимаю, то решение суда, в котором сделка по продаже была признана, которая протестовывалась прокуратурой. Но это первая была сделка признана, самая начальная. Раз она признана, и я думаю, что юристы, которые когда покупали, так сказать, строительные компании, посмотрели, сказали, ну все, есть там решение, вступившись в законную силу, обратной пути не будет. Поэтому вы можете, обратного пути не будет, вы можете спокойно покупать и там пытаться строить. С точки зрения формального закона, да, вроде как, значит, все так. Но мы живем в России. Но мы живем в России, с одной стороны. А с другой стороны, стал бы, я уже отвечал на этот вопрос, стал бы я покупать землю, будучи строительной организацией, даже получив положительное заключение юристов, по которым весь город знал, что прокуратура протестовывала, значит, приобретение этой земли. Не стал бы. Не стал бы. И даже в погоне за выгодой, даже в погоне за тем, что я в результате получу там миллиард с лишним рублей от выгоды, от строительства на этой теме. Не стал бы. То есть, получается, сами виноваты и пенять только на себя. Да, я считаю, что строительная компания, значит, руководитель строительной компании здесь пожадничали. Понятно. Заканчивается на этом программа «Особое мнение». К сожалению, не успеваем поговорить о мусорной реформе. Очень хотела выслушать ваше мнение. Ну, в следующий раз, да. Спасибо большое, Азизу Агаеву. Мы поговорим с вами, когда эфир кончится. Директору аудиторской консультационной компании «Бизнес-информослушатели» не услышат. Да, до свидания. До свидания. Особое мнение.